Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я расскажу, как мы с моей подругой Женей ходили в магазин Фамилия в Санкт-Петербурге, который отдаленно напоминает Тики Макс в Лондоне. Итак, что же мы там увидели и чем он отличается от Тики Макса? Как и в знаменитом дизайнерском магазине. На вешалках было полно одежды, платья, брюки, юбки и так далее. Кроме того, огромное количество сумок попалось в моё поле зрения, и я сегодня вот показываю, что я там нашла, какие сумочки нынче в Муди в Санкт-Петербурге в России. Тики Макс в Лондоне. Как мы видим, на лето большинство сумок представлено в таком миниатюрном стиле, ну просто как кладчик такой небольшой. Ну а также нашла несколько интересных купальников. Здесь можно найти плавки и лифчики в районе 500 рублей. Есть даже какие-то спортивные купальники в горошек, тигровые расцветки. Но я люблю вот такие темно-синие расцветки и практически всегда покупаю купальник себе в синих тонах. А Женя нашла вот такой вот винтажный зонтик, очень красивый, сделан, я не знаю, наверное, из шелка и с кружевами по бокам. Очень ажурный, красивый, для Питера как раз такой, в питерском стиле. Ну а я нашла различные шапки, вот такие вот с ушами, зайчика, и решила похохнуть немножко. А также повязку на глаза, ну, наверное, ночная в виде совы со спящими глазами тоже решила надеть и показать вам. Ну, начнем, пожалуй, с пиджачков. Это мой любимый тип одежды. Они подходят как и на выход на работу в офис, в университет, так и в обычные дни можно надеть их на прогулку. Ну а также блузочки или топики под пиджак. Можно найти интересные платья, интересные модельки. Фирмы, конечно, не такие популярные, как в Tiki Maxi, но тоже какие-то, наверное, известные. Смотрите сами, кто в России, пишите в комментариях, действительно ли это хорошие фирмы. Ну и также спортивные корточки, джинсики, кофточки. Все это представлено и висит на витринах магазина «Фамилия». Я так походила, посмотрела, что можно приобрести в России. В принципе, я мало что покупаю сейчас в России. У меня полный гардероб составлен еще с Лондона, но так вот никуда я и не надеваю. То есть то, что я носила в Лондоне, в России носить не рискую. Вот такие туфли мне очень нравятся. И, в принципе, у меня все на таком достаточно высоком каблуке. Но туфли я носила, допустим, в Лондоне только на выставки, на какие-то мероприятия такие гламурные или официальные. А здесь, в России, мне их надевать некуда. Поэтому хожу в кроссовочках и вот что-то типа таких вот желтеньких кроссовок можно посмотреть на летний сезон. Вот такие сумочки люблю. Когда просто вешаешь на лямки через плечо и туда можно сложить как фотоаппарат, так и мобильник, проездной, что там еще пригождается в поход, на съемки или просто на выход в город. Очень интересные мне показались вот такие вот кроссовки. Сделаны из пайеток, прямо полностью все так оформлено в дизайнерском стиле. Стоят, в принципе, недорого для Лондона, но в связи с тем, что в России люди получают в разы меньше, это, конечно, дороговато. А еще нашла вот такую вот курточку Дисикваль. Вот это вот уже из той серии, что продается в Тики Макси. Стоит она, конечно, 2 500, не так дорого, как в Тики Макси, то есть 25 фунтов. И, кажется, тут нарисована Мэган. Ну, давайте рассмотрим, что там находится. Вообще, я люблю такие принты в виде человеческих лиц или каких-то достопримечательностей в черно-белом цвете. И также тут интересно мне показались разноцветные пуговицы. Одна пуговица с красным камушком, другая зеленым, третья с синим. В общем, как драгоценные камни выглядят. Ну, и переходим в обувь. Обуви тут предостаточное количество, но, опять же таки, по сравнению с тем, что я покупала в Тики Макси, значительно отличается. И сегодня я вот покажу, что я бы купила, допустим, в фамилии. Вот такие вот сапожки мне показались интересные. Вроде как зимние, на синтепуни, на чем-то. Но я, правда, не люблю такую подкладку. У меня аллергия на нее. Но, в принципе, я бы такие купила. По дому ходить, да, хотя бы. Есть вот такие вот желтые палетки. Что-то напоминает мне Маскина. Типа тех, что я вам показывала, когда ходила в Тики Макси. Если кто не помнит, ролик подкреплю наверху, смотрите обувь в этом ролике. А также вот такие вот. Выглядит как Томми Халфигер или Ральф Лорен. Ну, какой-то другой бренд. Ну, и так, огромное количество разнообразной обуви, но мне она не подходит. Ну, хотя вот такие вот, может быть, на танкетке я бы и носила. Но на каблуках я больше не стану покупать. Потому что у меня целые склады обуви на каблуках в моем шкафу. Кстати, может быть, когда-нибудь я вам покажу, что у меня находится в шкафу. Так как носить не приходится, так хоть покажу, что я накупила в Лондоне в последние годы моей жизни там. Ну, а так на любой вкус и цвет вот такие вот дизайнерские Стив Моден. Ну, вот эти запоги я прям никак не могу оторваться. Очень интересные и красивые. Всего 749 рублей. Не знаю, я бы, наверное, себе такие на зиму купила даже. А, кстати, вот эти, да, Стив Моден. Вот они как раз напоминают мне Тики Макс, потому что там очень много такой дизайнерской обуви. Все в каких-то стразах. Знаете, как это? Дольче Габбана там что-то из такой серии было в Тики Максе в последние разы, когда я там гуляла. Ну, конечно, шикарный дизайн, что и говорить. Вообще, я люблю вот такие вот синего цвета обувь, плетеные босоножки. А также вот такие вот интересные кроссовки. Вот Finn Flair, допустим, брюки я нашла. Стоят они 2100. Я даже их пыталась померить, но что-то мне не подошли. По-моему, узковатые. Но у меня фигура, конечно, нестандартная, поэтому мне сложно подобрать одежду. И приходится очень долго и часто примерять, чтобы выбрать подходящие. Теперь переходим в посудную лавку. Очень много интересных всяких сувенирчиков, тарелочек, вазочек, цветочков. Я это все, конечно, люблю, но уже в последнее время перестала покупать. Вообще, в Петербурге я очень мало чего покупаю. Как из декора, так и из одежды. Практически только самое необходимое сейчас. И поняла, что, в принципе, мне ничего и не нужно. У меня все есть. И как бы лишние предметы, товары и декор я считаю уже барахлом. И считаю, что потребительством не стоит заниматься. Да, может быть, это все красиво, но когда уже все это приносишь в комнату, выставляешь, уже начинается какой-то хлам. Я люблю минимализм, поэтому в моей квартире стараюсь, чтобы все было за закрытыми шкафами и поменьше всякого декора. Ну, конечно, самые любимые вещи, на которые мне хочется смотреть постоянно, я держу на виду и постоянно любуюсь ими. Вот Жене понравились вот такие вот ключницы, то есть куда вешать ключики. И она себе, кстати, хотела такую купить. Вот, поглядывала. А у меня когда-то был вот такой вот красный огромный фужер. Интересно, сколько такой стоит? Ой, боюсь. Ну, кто-то мне его разбил. Этот фужер, конечно, красиво смотрится, но с желтым я не люблю. На фиолетовом фоне, кстати, вообще обалденно смотрится. И стоит всего 400 рублей, но я не решила купить его. Я также люблю вот такие леечки и вот такой вот дизайн садового набора, если это можно так сказать. Мне очень понравилась и лейка, и горшочек. Я бы, наверное, себе такие даже приобрела. Если бы я не придерживалась стиля минимализм. Да, это все красиво смотрится, но когда этого очень много в доме, не стоит покупать лишнее. А вазу вот такую вот я бы, может быть, и купила себе. И даже и до сих пор думаю серебристого цвета. Люблю такие вазы. У меня нет большой вазы для большого букета. Вот, нашла я себе такую кофточку. Единственное, что присмотрела для себя в этом магазине. Что-то напоминает те блузки, которые я покупала в Тики Макси. А Женя примерила два платья. Вот одно беленькое, которое она мне показала на лето, а другое синее. Какой-то фасон интересный такой у синего платья. Идет на скос юбка. И я ее спрашиваю, это так модно сейчас? Она говорит, ну, наверное, не знаю. В общем, покружилась для меня. И мы пошли домой. Вот так вот мы сходили с моей подружкой Женей недавно в магазин «Фамилия». Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Продолжение следует... — Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...